Налоговый вычет за обучение. Бюджеты всех уровней в нашей стране от самого маленького муниципального в каком-то сельсовете до самого крупного федерального формируются в основном за счет налоговых отчислений. Налоги обязаны платить все физические, юридические лица, граждане, предприниматели, предприятия, крупные бизнес-структуры и корпорации. Львиная доля поступли в казну, налог на прибыль которой еще называют подоходным. Эта выплата удерживается с любого вида финансовых поступлений и равна 13% от суммы отчислений. Но некоторые виды НДФЛ подлежат возврату из бюджета. Такое право наступает когда оплачивается некая услуга. В ее стоимость всегда закладывается сумма налога. Когда выплата поступила в бюджет потребитель услуги оплативший ее праве ее вернуть. Эта процедура называется возвратом социального налогового вычета. Важно! Право на возврат имеют только те люди которые работают официально и выплачивают в бюджет подоходный взнос в размере 13%. Неработающие граждане, люди трудящиеся неофициально либо по формату фриланса, а также пенсионеры претендовать на выплату по закону не могут. Возврат налога за обучение – главные особенности процедуры. Времена, когда образование на всех ступенях было повсеместным и бесплатным, прошли. Теперь зачастую обучение собственное или образование ребенка может стать вполне существенной статьей расхода, серьезно сказывающейся на полноте семейного бюджета. Но часть средств, потраченных на образовательные услуги, можно вернуть, оформив возврат НДФЛ за обучение. Можно вернуть часть денег, потраченных на образование за учебу. В каких учреждениях полагается получение возврата НДФЛ, вузы, университеты, институты, академии, средние специальные учебные заведения, колледжи, техникумы, дошкольные учреждения, детские сады и дополнительные Образовательные услуги в них, учреждения дополнительного образования, детей, кружки, секции, клубы по интересам и ТДШКОЛЫ, дополнительные платные услуги по обучению в них, курсы повышения квалификации, учреждения, организующие обучение и переквалификацию Автошколы, клубы по интересам и ТДШКОЛЫ, Оформить возврат можно не только при оплате учебы в государственных, но и в частных учреждениях. Главное, чтобы организация соответствовала всем заявленным требованиям. За кого по закону можно получать возврат НДФЛ за себя? Возврат НДФЛ за обучение ребенка, за одного или нескольких детей, возраст детей не должен превышать 24 лет, являющихся студентами очного отделения. За ребенка или детей, взятых под опеку, возраст детей не должен превышать 18 лет, являющихся студентами очного отделения. За ребенка, который в прошлом был под опекой налогоплательщика, но опека над которым была по каким-то причинам прекращена, возраст детей не должен превышать 24 лет. Ребенок должен учиться на очном отделении. За брат или сестру, приходящихся полностью родными и по матери, и по отцу, или родными только по одному из родителей, возраст человека не должен превышать 24 лет, являющихся студентами очного отделения. Оформить возврат вычета можно не только за собственную оплаченную учебу, но и за образование своего ребенка формы обучения в колледже. Или университете не влияет на право получения вычета при оплате за собственное образование. Допускается возврат НДФЛ за получение специальности на очном, заочном, вечернем, непрерывном или любом другом отделении. Внимание! За жену или мужа переплаченный НДФЛ получить не удастся, это запрещено законодательно. Как получить налоговый вычет за собственное обучение? Необходимый пакет документов. Для получения уплаченного НДФЛ нужно собрать следующие документы – паспорт заявителя плюс копия бумаги, подтверждающие оплату образовательного процесса, договор на оказание возмездных услуг, чеки или квитки платежных ордеров. Копию договора необходимо заверить в организации, с которой он заключен. Копия лицензии образовательного учреждения. Ее также нужно заверить в администрации и организации. Справка, подтверждающая размер начисленной заработной платы и размер уплаченного подоходного отчисления по форме 2 НДФЛ. Такую бумагу предоставят в бухгалтерии и организации, в которой работает заявитель. Номер счета с реквизитами финансовой организации, куда налоговая служба должна будет перечислить средства. Для этого подойдет счет сберкнижки, счет в любом банке и даже счет, привязанный к обычной зарплатной карте. Чтобы получить вычет, необходимо собрать достаточно серьезный пакет документов. Документы на налоговый вычет за обучение ребенка, опекаемого ребенка, сестры или брата. Здесь список еще внушительнее. Все документы, перечисленные в предыдущем блоке. Справка о том, что человек, за которого осуществлялась оплата, проходит или проходило обучение научном отделении образовательного учреждения. Такую бумагу сделают и выдадут в деканате или специальном отделе справок учебного заведения. Метрики ребенка, если возврата оформляется после оплаты за его обучение. Бумаги, которые подтверждают официально зарегистрированную опеку или попечительство над ребенком при оформлении вычета по плате. За опекаемого или бывшего опекаемого сына или дочки. Документы, указывающие родство между братьями, сестрами или братом и сестрой. Обычно это свидетельства о рождении, но могут понадобиться и копии паспортов родителей, копии свидетельств о браке при смене фамилии заявителя или его родственника, за которого он оплачивает обучение. Когда все указанные выше бумаги и справки готовы, нужно заполнить декларацию по форме 3НДФЛ, распечатать ее и можно отправляться. Подавать документы в налоговую. Записаться на прием лучше предварительно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы по телефону территориального отдела УФНС, которому относится адрес регистрации налогоплательщика или через сайт госуслуги. Также предварительно можно скачать с сайта УФНС России бланк заявления на возврат НДФЛ, чтобы заполнить его заранее. Готовый пакет бумаг подается в территориальный отдел УФНС, если в районном или межрайонном отделении налоговой службы, где подаются документы, работа отлаженная и клиентов обслуживает достаточное количество специалистов, то даже без предварительной записи ожидания. В очереди составляет не более 10-15 минут. Этого времени вполне может хватить на заполнение заявления, если скачать бланк сайта или заполнить его дома не удалось. Совет. Как правило, у тех, кто впервые сталкивается с оформлением документов на возврат налога за учебу, наибольшее затруднение не вызывает. Заполнение декларации 3 НДФЛ Если действительно разобраться с тонкостями внесения данных в форму сложно, лучше обратиться к знающему человеку. Не обязательно заказывать бумагу у профессионала и платить за это деньги. Возможно, кто-то из знакомых уже проходил данную процедуру и согласится помочь с оформлением безвозмездно. Так риск того, что декларация будет заполнена неверно, меньше. Со всем копиями бумаг обязательно нужно приносить с собой напрям в налоговую инспекцию оригиналы. После того, как инспектор сверит копии с оригиналами, это происходит там же, во время приема, все подлинники вернут заявителю. Если есть проблема с заполнением декларации, лучше попросить о помощи тех, кто знает, как оформляется документ, на какую сумму можно рассчитывать. Государством установлены максимальные суммы, с которых можно будет вернуть социальный вычет. В 2018 году эти верхние пороги, такие, за собственное обучение, 120 000 рублей, вычет 13%, 15 600 рублей, за обучение сестры, брата, ребенка, кровного или опекаемого, 50 000 рублей, вычет 13%, 6 500 рублей. Но в данном случае сумма возврата может ограничиться и величиной уплаченного НДС самим заявителем. То есть вернуть вычетом сумму больше, чем налогоплательщик внес в виде подоходного взноса за конкретно взятый год, нельзя. Пример, за получение новой специальности уплачено, за свое образование сдавал деньги сам налогоплательщик, 120 000 рублей. По закону человек может претендовать на возврат 15 600 рублей. Но сам он за этот год уплатил НДФЛ всего 15 000 рублей. Эта сумма и будет подлежать возврату. Внимание! Существует установленный законом срок подачи заявления на возврат НДФЛ 3 года. Если оплата обучения прошла в 2018 году, то документы в налоговый на вычет приимут в течение 3 лет. Сумма взысканного заявителя НДФЛ берется за расчетный период за год, когда было оплачено обучение. Лимит суммы, с которой можно вернуть налог, также действует только в течение одного календарного года. И зачастую выгоднее подавать документы на возврат каждый прошедший год, если обучение длится несколько лет. То есть ежегодно получать максимальную сумму, чем один раз одну выплату. Сумма, которая полагается к возврату, одинакова во всех регионах России, независимо от того, где зарегистрирован налогоплательщик. В Москве или каком-то другом городе страны. Если все в порядке с документами, деньги перечислят примерно через 4 месяца после подачи заявления, когда перечислят деньги. Прежде чем перечислить сумму налогового вычета, на которую претендует гражданин, налоговая служба должна досконально проверить все предоставленные им документы. Как заявляют на некоторых информационных сайтах, ссылающихся на УФНС России, на камеральную проверку бумаг отводится 90 дней. Однако сами специалисты территориальных отделов налоговой говорят, что на экспертизу всех справок декларации копий требуется больше времени около 4 месяцев. Если во время экспертизы у налоговиков документы никаких подозрений не вызовут, то они дадут положительное заключение на выплату возврата социального вычета.